Ребята, всем привет! Добро пожаловать на наш канал! И сегодня мы расскажем про то, как устроить просто и быстро денники для своих замечательных лошадок. Если вы давно мечтали, пожалуйста, сейчас все расскажем. Ребята, я вас приглашаю в денник нашей дорогой Афины. Она здесь, правда, уже переночевала, и вы можете наблюдать, как выглядит деревенский денник с утра. То есть здесь, собственно говоря, достаточно сухо, несмотря на то, что он на земле. Вот, совсем немного навоза. Причем лошадка выбирает места, куда ей ходить, в туалет. Вот явно здесь у нее туалет, но здесь тоже чуть-чуть. И здесь она, ясли, где-то называется, ясли для сена. Вот, это удобная конструкция, потому что для лошади более правильно нагибать голову, а не брать из рептуха, да, или из какой-то подвесной кормушки. Вот, поэтому вот такая вот картина у нас. Такая вот картина у нас остается с утра. Не так уж и грязно, можно сказать. Такой денник, конечно же, сложнее убрать, нежели чем денник с опилками. Но если у вас опилки на земле, то, в принципе, скорее всего, будет то же самое. Потому что лошадь копает, и у нее все равно получаются эти ямы, из которых нужно убирать навоз. Поэтому разницы, по большому счету, нет. Опилки здесь или солома, или сена. У нас просто осталось много сена с прошлого года, и мы его просто используем вместо опилок и вместо соломы. Вот такая вот экономия экономная, деревенская. И так как просто и быстро сделать денник для лошади? Он должен быть 3 на 3. Это обязательное условие. Конечно же, бывают и другие варианты, когда бывают денники меньше. Например, вот коровья стойла, незапланированные лошади приехали к нам на хозяйство, поэтому приходится их держать маленьких загонов. Но с учетом того, что они здесь всего лишь ночуют, а это время составляет от 6 до 8 часов, ничего страшного. Она постояла, поспала, поела и ушла на целый день на выпуск. Но в нормальном, собственно говоря, так, ракурсе для каждой лошади должен быть отдельный просторный денник. У нас, как и водится, все сделано из говна и палок, все как я люблю, очень быстро, просто и дешево. Это обычные щиты, просто самые обыкновенные щиты. Это другой формат щитов. Их, кстати, отдают бесплатно. Вот эти все щиты отдают бесплатно. Самая дорогая здесь конструкция, это, собственно говоря, сами доски правильные, на которых держится основание самого коровника. Конечно же, вся фурнитура. И, безусловно, сами сваи. Конечно же, еще сама работа, потому что работа, ну, сейчас тоже не дешево, никто не хочет делать ничего бесплатно. Поэтому, вкладываем в основном это в стройматериалы, на которых держится основа денников, и в работу. Поэтому, пускай будет большой денник, но зато будет правильно расположена ясль для сена. Да нет, только отдельный денник под деньгам не посчитать. То есть, можно сказать, сколько стоит построить конюшню, она у нас вот там строится. Можно сказать, сколько стоит отдельно конюшня. Я вам скажу, что по моим минимальным прикидкам, это 700 тысяч. С учетом того, что мы не тратим деньги на рабочую силу. То есть, делаем все сами, делаем своими ручками, своими силами. Одни материалы нам обошлись 700 тысяч. Ну, это пока, да, пока. То есть, мы еще не все доделали. То есть, около миллиона. Так, вот по поводу вот этого строения, надо сказать, да, посмотрите, это коровник. И он обошелся, сейчас я скажу, сколько? Миллион 800. Это только чисто материалы. То есть, это только чисто материалы. Вот это вот все. Поликарбонат, железо, доски, сваи, кое-какая тут работа техники. Около вот такой суммы. Так, ребята, еще по поводу леников. Очень важно, чтобы пол у лошадки был ровный. Конечно, многие заливают бетоном. Но в нашем случае залить бетоном не представляется возможным. То есть, у нас вообще на земле, на нашей конкретно, лить бетон нельзя. Если интересно, расскажу почему в следующем видео. А пока скажу так, что мы ограничены земляным полом. Итак, на земляной пол, чтобы было ровно, нужно положить такую резину. Нужно положить резину. Есть такие специальные маты для лошадей, но они достаточно дорого строят. Поэтому мы используем транспортерную ленту. Мы сейчас ее, кстати, заказали уже на новую конюшню. Так что позже обязательно ее покажу. Транспортерная лента стоит примерно 1500 квадратный метр. 1200-1500 в зависимости от толщины. Та, которая нам нужна, это 1500 квадратный метр. Ну вот и считайте, сколько у вас денеков будет. Столько вам нужно квадратных метров. С учетом того, что один денек это 9 квадратных метров. 3 на 3. Но если у вас нет возможности, можно просто ставить лошадей на земляной пол. Так как наши, собственно говоря, лошади уже здесь стоят 4 года. Они достаточно хорошо выкопали лапами пол, раскопали. Но ничего страшного, если у вас нет денег. Можно иногда подсыпать туда песочек и выравнивать. Будет так же ровно и не так уж и плохо. Главное, чтобы лошади там постоянно не стояли. Чтобы они имели возможность выходить, гулять, дышать воздухом. А не только стоять в темноте на земляном полу, как земляные гусеники в подвале. Ну что ж, всем спасибо за то, что вы с нами. Вам не сложно, а нам полезно. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Смотрите наши другие соцсети. С нами интересно. И, кстати, очень вкусно. Если вы не пробовали наш сыр, обязательно попробуйте. Приезжайте, погуляйте. Конные прогулки. Замечательные люди. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok